Девушки отдыхают Девушки отдыхают Сначала надо накормить огонь, бросив в него небольшой кусочек. А перед тем, как отправиться в путь, надо задобрить духа путешествия. Хозяину воды приносят берестяную лодочку с изображением человечка и привязанными тряпичными ленточками. И, конечно, в своих путешествиях сахалары собрали много интересных легенд и сказок о богатырях земли Саха. Их здесь до сих пор рассказывают. И каждая из них как драгоценный камень-самоцвет. Шел однажды старик по лесу. Видит, на полянке стоит старая развесистая береза. Не простая это была береза, а заколдованная. Жила в ее стволе добрая волшебница. Звали ее Ичитэ. Добрая Ичитэ, помоги моему горю. Сто лет живем мы со старухой на свете, А нет у нас ни сына, ни дочки. Старым мы стали, слабым. Скучно нам в одиночестве. Дай нам доброе Ичитэ, сын. Жалко мне вас, стариков. Помогу я тебе. Ровно через три дня начнется гроза, Пойдет сильный дождь и град. Спрячься и сиди дома. А как закончится, приходи на эту поляну. Увидишь ты на ней большой черный камень. Перевези этот камень к себе в юрту, Положи его на соболь и мех и жди. Через три дня треснет камень. И выйдет из камня мальчик. Будет он красивее всех детей на свете. Возьми этого мальчика себе в сыновья. Как сказала Ичитэ, все так и случилось. Обрадовались старики. И стали растить мальчика, как родного сына. Назвали его РТ. Рос мальчик не по дням, а по часам. В пять лет стал ростом с двадцатилетнего юношу. Не было во всей округе юноши сильнее и умнее его. Как-то утром встал РТ, умылся, наелся, напился. Подошел к родителям и говорит. Батюшка, матушка, скучно мне в родном лесу. Дайте мне коня, чтобы через горы и лес скакал. Дайте золотую узду и плеть в девяносто пудов. Хочу я по свету побродить. Нет у нас, сынок, такого коня. Пойди на поляну, попроси у Ичитэ. А золотую узду и тяжелую плеть возьми вон в кладовке. Взял мальчик узду и плеть и пошел на поляну. Славное Ичитэ, дай мне коня богатырского, чтобы мог он скакать через высокие горы, через дремучие леса. Хочу я по свету побродить. Иди по тропинке мимо девяти ручьев, мимо девяти оврагов, мимо восьми полян. На девятой поляне ищи себе коня. На девятой поляне смотрит РТ целый табун коней пасется. Который же из них богатырский конь? Брошу-ка я свою узду в табун. На какую упадет она, то лошадь и возьми. Бросил он свою золотую узду и видит, упала узда на самого маленького, самого некрасивого жеребенка. Рассердился РТ. Такого ли коня мне надо? Что я буду с этим жеребенком делать? Не сердись, хозяин. Осведи меня к молочному озеру с золотыми берегами. Выкупай меня там. Увидишь, каким я конем стану. Бросился жеребенок в озеро, нырнул три раза и вышел на берег белоснежный конь. Вот этот по мне. Распростился РТ с родителями и поехал, куда глаза глядят. Ехал богатырь лета, ехал зиму, ровно семь лет ехал. На восьмой год спохватился. Вспомнил, что семь лет ничего не ел. Стал он размышлять, где бы найти чего-нибудь поесть. Смотрит, стоит перед ним скала, а из скалы дымок идет. Здорово, бабушка. Дай мне поесть. Откуда ты, сынок, взялся? Спрашивает старуха. Рассказал ей богатырь о себе. Да ты, видно, и вправду богатырь. Коли так, вот тебе богатырская еда. Покушай. Да что ты, бабушка. Этого мне и на один зуб-то мало. А ты попробуй, сынок. Скушай сначала, потом и говори. Принялся богатырь кашу есть. Ел, ел. А все не как маленькую чашку, до дна вычерпать не может. Только на третий день все съел. Ну, спасибо, бабушка. Накормила. Теперь во мне силы словно втрое прибавилось. Поеду я подвигов искать. ТАРАОН Продолжение следует... Продолжение следует... Смотрит Эрте на скалу и заметил, что в скале есть маленькое окошко. Попробовал он на скалу влезть, а скала гладкая, ровная, уцепиться не за что. Обернулся тогда Эрте белкой и сбежал по стене. Заглянул богатырь в окошко и видит, сидит на дне скалы прекрасная девушка, красавица. Плачет она и жалуется. Звери и птицы на свободе живут, дикие волки на воле бегают, а я тут одна в плену у злодея Бикерденя томлюсь. Жалко стало богатырю девушку. Обернулся он опять человеком. Кто ты, красавица? И как сюда попала? Я Ирюнь. Злодей Бикердень меня из дома отца украл. Видишь, вокруг серые скалы стоят. Во всех них пленники его томятся. А я уже семь лет в плену живу. Сейчас Бикердень на охоту ушел, а вернется он. Ай, не сдобровать тебе. Ну, может быть, я с ним как-нибудь как-то справлюсь. Вышел богатырь навстречу злодею Бикерденю. Ты кто такой? Я тот, кто тебе голову снесет. Девять лет дрались богатыри. Наконец, стал уставать Бикердень и говорит юноше. Видно, на земле нам бой не кончить. Пойдем к огненному морю. Ты сделаешься золотой рыбой, а я железной. И снова будем драться. Ладно, хорошо. Хорошо. Девять лет дрались богатыри. Опять начал уставать злодей Бикердень. А сдаваться не хочет. Видно и в воде. Нам не победить друг друга. Давай поднимемся в воздух. Ты обернешься соколом с золотой головой. А я орлом с железным клювом. Согласен? Согласен. Девять лет дрались сокол с орлом. Ну, хватит уже. Да ведь, наконец, был сужден злодею Бикердень. Обернулся тогда сокол снова молодым богатырем. Выходите, бедные люди, на свет, на свободу, на солнышко. Нет больше в живых злодея Бикердень. Целых семь лет ехал богатырь с девушкой, пока в знакомые места приехал. Обрадовались старики-родители. Сыграли свадьбу. Стали они счастливой семьей жить. Девяносто сыновей у молодых родилось. И все были богатырями, как отец. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok